Ребята, всем большой привет! Меня зовут Света, как вы помните, это видео и специальность моя для ИГТВ, для Инстаграма, для тех моих постоянных подписчиков, кто, возможно, каким-то образом скучает по старому каналу, по нашим таким душевным беседам. И да, друзья, я вас предупреждаю, что у меня за спиной может происходить форменное безумие, потому что, когда Люсик приходит в прогулки, у него вселяется демон, и он сейчас, ну, немножко демонизирует обстановку в этой квартире, поэтому заранее извиняюсь за посторонние шумы, возможно, но, вы знаете, блин, я сегодня хотела поднять тему вообще места жительства. Что-то еще ремонт делаю. Ну, да, все традиционно. Тема места жительства, жизни вообще с собаками в городе. И вы знаете, меня в целом постоянно преследует такая мысль, такая осознанная очень, что не то, что хорошо там, где нас нет, это, наверное, слишком как-то пассивно звучит, как какая-то отговорка или оправдание. А вы знаете, вот не бывает никогда все идеально, вот никогда не бывает, что все прям вот по шерстке, что вот какую сферу не возьми, и вообще все прекрасно, замечательно и супер. Знаете, вот везде, где я бы не жила, а я поменяла огромное количество съемных квартир и несъемных квартир, и где я только на самом деле не жила, начиная с квартир с хорошим ремонтом, уютных, теплых и с пластиковыми окнами. Это на самом деле очень круто. И до совершенно полуразрушенных квартир, где просто продуваются окна, где трещины в стенах, и ты сидишь зимой укутанный настолько, что просто носом не видно. И то торчит нос, но он синий. И тебе приходится в таких условиях еще как-то работать. Но вы знаете, никогда не бывает все идеально, и никогда не бывает все хорошо. Я часто рассказывала вам, что жила в Костроме, и я по сей день считаю этот город одним из самых лучших городов для собачников. И именно для собачников, не знаю, возможно, если бы у меня не было животных, я бы так не восхваляла этот город. Потому что в нем тоже огромное количество минусов, косяков, что в основном вызвано, я не знаю, чем. Но, наверное, все-таки малым количеством бюджета этого города, как мне объясняли в администрации как-то. Типа, почему не чистят улицы? У нас, типа, на это нет денег. У нас нет денег выделять большое количество людей, дворников и покупать трактора на всю Кострому. Ну да, проблемы с ЖКХ у этого города налицо, что называется. В Москве, где я живу сейчас, таких проблем нет, вот здесь все чистят, все убирают, даже через чур, я бы сказала. Это хорошо. Я люблю, когда в городе чисто, когда в городе нет такого явного мусора, скажем так. И я не могу сказать, что Москва это чистый город, потому что там чисто плотные жители, это неправда. Вы знаете, я гуляю с собакой достаточно рано, особенно если ты гуляешь там в пятницу или в входные дни, по утра, то на улицах царит обычный, типичный срач, характерный для большинства городов России, потому что наши люди в своем большинстве, мне кажется, они, ну, как бы, мусорят. И просто дворники активно все это убирают и создают впечатление, что Москва, типичный город, вот. Ну, вы просто выйдете как-нибудь утром в пять утра после пятницы, субботу, там, воскресенье, и вы увидите, что это не совсем так. Так, я вот сейчас живу в Москве с собаками, в район наш не очень благоприятный для прогулок с животными, потому что здесь, ну, негде гулять с животными. У нас, кстати говоря, есть собачья площадка. Ну, чтобы дойти до этой собачьей площадки, нужно преодолеть час, наверное, пути, через всякие дороги, трассы, дышать ужасно вонючим воздухом. И в целом мне очень так комфортно ходить туда сейчас, пока сейчас слякоть, мороз. Летом прикольно, я думаю, будет. Но одна единственная собачья площадка на огромный город, до которой мне пехать час. И, наверное, дольше, учитывая, что у меня еще маленький щенок, и Линда, и темпы не совпадают, движения. Ну, пока мы туда не ходим. Вот, ну, как вам сказать, собачья площадка, это такая маленькая-маленькая территория. У меня, на самом деле, очень много вопросов к создателям, архитекторам. Не знаю, кто проектирует вообще собачьи площадки. Вот, по идее, собака, что нужно собаке на собачьей площадке? Люди водят животных туда, не просто там покатать, пописать и позаниматься на снарядах. Вот снаряды, уж извините, дело десятое. Это, конечно, прикольно, можно тренировать собаку там отжилить и прочее. Но далеко не все собаки настолько спортивные, не всем это нужно. Собачья площадка нужна для того, чтобы собака там гуляла. Чтобы вы пришли на площадку, опустили собаку, чтобы она там пообщалась, подсоциализировалась. Чтобы у вас был отдельный уголок, куда вы могли уйти со своим песиком, да, никому не мешать. Чтобы вам никто не мешал заниматься с ней. Когда это, знаете, такое болотце такое, знаете, огрызок. У них, не знаю сколько, ну три на три, пять на пять. И пять на пять, наверное, даже много. В общем, у меня проблемы с математикой, на самом деле. В общем, очень маленькое пространство, где не то что разбежаться. Если там будет находиться больше, чем две хаски, ну там будет исключительно некомфортно. Поэтому, в принципе, что нужно хозяину собаки, это просто большое пространство. Пусть это будет, пусть там не будет ничего дорогого из всяких этих снарядов. Поставьте что-нибудь обычное, там деревянное парочку. Но главное это расстояние. Это, ну, возможно, газон. Да, обязательно пакетики для уборки, чтобы были. То есть трогать все, чтобы убиралось, чтобы было чисто. И просто большое огороженное расстояние, чтобы собаки могли побегать, чтобы ты мог с ними побегать, позаниматься. Потому что, вот, например, я буду водить Люсика не для того, чтобы он у меня прыгал в кольцо. Да, и покорял эти высоты. Я хочу, чтобы он просто побегал без поводка. Я его еще ни разу не отпускала. И там просто огороженная территория, другие собаки. Чтобы он как-то общался и понимал, что он не один в мире такой замечательный дьявол. Ну, вот и все. На нашей площадке такого нет, но я буду все равно водить его туда, потому что вдруг там будут какие-нибудь плющики, и они смогут там, ну, понюхаться и общаться. Потому что у меня пока Люсик немножко одичалый. Он не против общения, но пока все собаки, которые к нам подходили, были не слишком добродушно настроены. Я не очень хочу, чтобы Люсика, ну, морально покалечили. Да, вы знаете, я сегодня говорю, типа, не о собаках, а все скатывается все равно к собакам. Но суть даже все-таки не в этом, а как всегда, да, нет, нехорошо там, не на самом деле. Я на самом деле терпеть не могу это высказывание, оно совершенно меня просто вымораживает, оно какое-то неправильное, как мне кажется. Но хорошо, когда у тебя в душе все хорошо. И ты умеешь вместо вот этого серого какого-то пейзажа, возможно, и слякоти, искать положительные стороны этого места, где ты живешь. Ну, вот, допустим, у тебя нет выхода переехать в наиболее благоприятный город, ну, или страну, да. И у тебя нет денег, чтобы сделать ремонт в жилье, в котором ты живешь. Как бы логично. Ну, вот такая ситуация. Вот ты можешь из нее найти выход в ближайшее время. Если ты не можешь найти выход, то нужно искать все-таки положительные стороны, иначе можно вообще загнуться. Да, я вообще, на самом деле, выступаю против всяческой рефлексии, потому что я сама такой человек, и я очень сильно загоняюсь. Если начинаешь загоняться, это прям вот геометрическая прогрессия все начинает. Я такая, ой, у меня вообще все плохо. У меня дом без ремонта, у меня хреновый потолок, точнее, вообще нет. Ремонт остановился, я живу как непонятно кто. И Москва эта вонючая, и все здесь бесит, и с собаками не погуляешь нормально. Не выгоняешь их нормально, выгоняешь. Хотя я прохожу достаточно много километров в день, но я не могу сказать, что я прямо устаю и даю собакам возможность побегать. Так, как они этого заслуживают. Ну да, есть же и плюсы, да. Плюсы, ты живешь в своей квартире. У тебя спокойно. У тебя вместо потолка сдусь классный пол, который ты сама выбирала. И он тебе очень нравится. Большое пространство, можно заниматься. Бегать, прыгать, делать кардио, боксировать, заниматься йогой. Есть возможность ходить к хорошим ветеринарам, действительно классным. Чисто. ЖКХ работает замечательно. Нет таких отключений электроэнергии, прям таких долгих. Воды. То есть, ну это редко. Вот в городе Подмосковье, где я жила, вот там постоянно все ломалось, выключалось. Ну я все это прощала, потому что мы жили в очень красивом и экологически чистом месте. Рядом был лес, речка. Ну тоже плюсы, а минусы тоже, блин, у нас была соседка Мразота. Такая Мразота, что я врагу не пожелаю такую соседку. Ну если только этой же соседке. Блин, ну не бывает все идеально. Если мы постоянно стремимся вот к этому счастью какому-то, которое постоянно будет у нас гореть, это ведь невозможно. Да. И если вы думаете, что вы смените место жительства, вот сколько я поменяла. А сейчас я сижу и вспоминаю, блин, даже в той квартире, где были проветриваемые окна, где были трещины в стенах, не было никакого ремонта. Желтые обои эти мерзотные. Но мы переклеили обои в белый, да. Там не было соседей шумных, было тихо. Там был замечательный лес. И хозяин квартиры был замечательный. Он вообще не появлялся на глаза практически никогда. И он был очень адекватный. И к животным относился моим хорошо. Ну то есть вообще никак. Он вообще даже не отреагировал на них никак. Ну блин. Ну и были же свои плюсы. И почему мы постоянно ищем какие-то какашки в своей жизни, когда можно обращать внимание на что-то положительное. Вот. Я на самом деле это сейчас и для себя тоже говорю. Потому что я часто жалую, что это Москва. Вонючая, я не люблю Москву. Да, это мой родной город, но почему-то я его ненавижу. Как же так? Я не ненавижу Москву, потому что она дала мне очень много. В плане образования, в плане работы, знакомств. Блин. Ну, я, с одной стороны, хочу назвать Москву пройденным этапом. А с другой стороны, понимаю, ну, здесь тоже есть свои плюсы. В конце концов, есть транспорт. Ты сел куда-нибудь там на метро, на электричку, доехал до леса. Конечно, это не шаговая доступность. Ну, есть большое количество возможностей. Есть работа, в конце концов. Любая работа. Я уверена, что если вдруг когда-нибудь там... Наверное, это, конечно, не случится. Но все-таки в жизни бывает. Я там потеряю свою удаленную работу и мне придется устраиваться на обычную работу. Я не отрицаю только возможности. Но в Москве нет проблем найти работу любую. То есть ты выживешь, ты на хлеб с маслом и на крыше себе заработаешь в любом случае. Вот просто. Конечно, может, это будет работать не по душе, но это уже другая история. Понимаете? Поэтому, не знаю, я хочу завершить этот ролик неким таким призывом. Вот, где бы вы сейчас ни обитали. Я понимаю, что, наверное, кто живет в каких-то очень отдаленных городах, мечтает о чем-то. Ну, о другой жизни, да. То вы не должны, конечно, забивать на свои мечты. Но просто, когда вы стремитесь к этой мечте, вот все-таки найти в своем родном месте или в месте, где вы живете, что-то такое классное и приятное, что вам нравится. Да. Что-то прикольное. Вы знаете, в моем городе, в моем районе мне нравится наша центральная улица. Она такая, она старая, типа по типу старой Москвы. Там красивый дом культуры, там все очень здорово облагородили. Мне нравится там гулять. У меня приятные воспоминания, потому что я туда часто ходила за своей первой собакой. И мы с ней там сидели на лавочках, на солнышке по утрам. Было так приятно. Ну, такие, знаете, воспоминания из детства у меня. Потому что это все-таки мой родной город. Я там жила большую часть своей жизни. Было классно. Поэтому вот, на этой ноте я завершаюсь. Вовлек, ребята. Что хочу от вас попросить. Вот такие ролики на темы болтательные. Если вам интересно, ну, поставьте мне любую обратную связь, там, в сторис, в комментарии. Просто поставьте лайк. Мне важна обратная связь, на самом деле. Я не отрицаю. Я раньше выбрался. Мне все пофиг, кто меня смотрит. Нет, мне не пофиг, кто меня смотрит сейчас. Я вам честно признаюсь. Я хочу, чтобы меня смотрело много людей. И я хочу единомышленников, да. То есть, чтобы вокруг меня собиралась маленькая комьюнити. Пусть маленькая, но оно будет. И чтобы вы не чувствовали себя одинокими. И чтобы вы не чувствовали, что вы такие они. Ну, поверьте, вы не они. И таких, как я, на самом деле, очень много. И таких, как вы тоже. Просто не высовываемся мы. Все, друзья. На этом завершаю это видео. Все. До встречи в следующих роликах. Пока-пока. До встречи в следующих роликах. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.